Магнит Мы хотим зайти, купить что-то крайне необходимое здесь и сейчас Водичку, какие-то снеки, может быть даже овощи, фрукты в том числе Предметы первой необходимости Помимо этого мы сделали в этом формате кафе И поэтому теперь, если покупатель наш заходит, они смогут зайти, попить кофе, поесть булочку Мы туда сейчас ставим достаточно большой ассортимент готовых блюд Причем часть из этого мы будем доготавливать прямо в магазине Будет мороженое, будет даже фасту какой-то Но идея этого магазина в том, чтобы покрыть миссию гуляющих наших покупателей Еще один формат называется вечерний Магазин, предназначенный, как мы внутри называем, для мужчин Это магазин со специализацией на алкогольную продукцию Там, безусловно, продаются и другие продукты, но основная его задача продавать алкоголь Там широкий ассортимент винного отдела, крепкий алкоголь, пиво Это такой некий наш ответ нынешним рынку, рыночным вызовам относительно форматов Мы открыли уже тоже несколько магазинов в разных регионах страны И этот формат, так же как и сити, показывает себя очень успешным Мы организовали в качестве еще одного дополнительного формата доставку в нескольких городах страны Наши покупатели могут через наших агентов заказать товар и получить доставку на дом или в офис, куда бы то ни было Проект развивается Насколько вы знаете, в больших городах это уже достаточно популярный способ покупки Так вот, мы в ногу со временем, идя, внедряем и эту технологию Что еще у нас есть? У нас есть опт, не совсем прям новый формат этого года, но мы его переосмысливаем Мы добавляем больше сервисную функцию, мы добавляем удобство покупки Мы добавляем большую упаковку для наших оптовых покупателей И в планах у нас еще больше внимания на этот формат Для того, чтобы, возможно, его переработать еще для большего удобства наших профессиональных покупателей Получается, ваши форматы рассчитаны на разные категории покупателей Либо это как-то, скажем, в разное время суток им можно пользоваться Как это можно правильно сформулировать? По сути, что главное? Главная миссия покупателя Давайте возьмем профессионального покупателя Например, мужчину в средних лет Днем он едет в опт, покупает для бизнеса что-то Вечером он может заехать в наш формат вечерний Если он гуляет с семьей, он прекрасно воспользуется магнитом сити Если есть потребность здесь сейчас докупить что-то к столу Обязательно сходит в магнит у дома Ну а если это семейная закупка на неделю То, естественно, можно воспользоваться большим форматом супермаркетов или гипермаркетов И что еще немаловажно У нас есть еще один формат косметика и аптека Косметика, как мы называем, может быть, хоть и женский больше формат Но все же там достаточно широкий ассортимент средств для ухода и для мужчин И там разные категории товаров, которые могут быть интересны мужчинам Но аптека это понадобность, насколько вы понимаете То есть, по сути, всеми форматами можно пользоваться Вопрос, какая миссия? Какая задача на сегодняшний день или эту минуту? Как вы подбираете локацию? Как вы решаете, какой формат открыть в том или ином месте? У нас есть своя уникальная разработка Прогнозирование продаж в зависимости от локации Учитывается достаточно много факторов, влияющих на перспективу работы магазина Есть несколько основных показателей Город, деревня, например, или офисная часть Активная жилая городская застройка на выезде магазина или в центре В любом случае, все эти факторы складываются, суммируются Мы знаем нашу внутреннюю каннибализацию Мы понимаем, какая может быть конкуренция и ее влияние Так что этот расчет производится Мы принимаем решение коллегиально Собственно говоря, вот так и выбираем локацию А можно ли говорить о том, что Насчет того, насколько себя эти форматы оправдывают? Есть какие-то уже данные? Форматы себя оправдывают, безусловно Я не хотел бы называть, наверное, сейчас данных по продажам, по прибыли, естественно Но все форматы прибыльные Все форматы себя прекрасно чувствуют Все форматы действуют в рамках наших предположений Безусловно, есть некое отклонение Но это больше стучное, что-то локальное В целом, магазины уже устоявшиеся И даже те новые форматы, о которых я сейчас рассказывал Типа сити и вечерний Мы и их уже отработали И понимаем, что им нужно дать дорогу Что касается управления Этими форматами в том числе Оно у вас будет централизованное Или как-то раздельное, региональное? Как правильно срегулировать? Мы разбили управление всем бизнесом на 12 округов Разделили 12 округов по территориальной принадлежности, естественно В рамках этих округов Сейчас, согласно новой концепции построения структуры управления форматами Мы решили, что бизнес-направленные функции будут управлять компанией поформатно Например, это магазин у дома Бизнес — это операции, коммерция, маркетинг, логистика HR А все сопутствующие, поддерживающие функции будут мультиформатными В любом случае у нас будет центр принятия локальных решений Потому что это очень важно в нашей стране, она очень большая Локализация имеет глубокое значение Будет на округе Центр принятия решений о развитии формата будет централизованным Если говорить о новых технологиях Ваши конкуренты их активно развивают Как вам кажется, какие из них уже можно взять себе на вооружение И чтобы они уже реально сейчас начали работать Если бы это был не пилотный проект, который может быть себя покажет и даст прибыль А что вот реально бы уже можно воплотить в жизнь? У нас сейчас есть много наработок, о которых рано говорить Потому что они внутренние И мы даже в определенной степени держим их в секрете Но мы здесь с точки зрения технологий, наверное, излишне скромны Потому что у магнита много Действительно много технологических решений Я сегодня рассказывал на своем выступлении О проекте видеомониторинга полки Это очень перспективная разработка Причем, которая уже действует, уже работает в нескольких магазинах Мы уже завершили процесс пилотирования Мы обучаем эту систему не просто распознаванию товара конкретного Она понимает, что вот этот товар так называется, он столько стоит Она понимает продажи по часам Она понимает, когда товар необходимо выставить, когда он закончится Она прогнозирует И то, куда мы идем в направлении развития этой системы Это формирование адаптированных, оптимизированных планограмм товаров Помимо этого, у нас есть прекрасная технология видеоконтроля очередей Уникальная технология, позволяющая в кратчайшие сроки практически полностью избавиться от очередей Информируя директора магазина о том, что необходимо открывать дополнительные кассы Или даже сама, в случае, если она видит, что на одной кассе выстроилась очередь Остальные свободны, распределяет очередь через аудиосообщение покупателям Ну, и если уж так складывается, что все очереди, например, новогодний период Во всех кассах постоянно устраиваются очереди То она фиксирует это как инцидент и дает нам информацию о том, что в этом магазине нам необходимо будет добавить кассу FacePay, Selfie to Pay мы называем эту технологию Это возможность оплаты по лицу Интересная технология, которую в будущем мы будем применять повсеместно Удобно для семьи, потому что не надо давать деньги наличные или карту ребенку Просто достаточно зарегистрировать всех членов своей семьи, привязать их к одному счету И они смогут совершать покупки очень безопасным способом Система действительно абсолютно безопасна Так как, например, с фотографией или с картинкой у вас не получится оплатить Даже если это очень будет похоже на платильщика зарегистрированного Вы не сможете это сделать, нужно именно лицо Много технологий Автозаказ, автопополнение Многое, на самом деле, того, чего мы разрабатываем, применяем уже в реальной жизни Мы сейчас готовим к редизайну, к открытию Один из наших старых гипермаркетов в Краснодаре Который находится прямо напротив нашего главного офиса Там мы сделаем много всякого интересного с точки зрения диджитализации Будет интерактив, будет фокус на товарные группы, важные для нас категории И вот, в принципе, все, что мы делаем, все достаточно интересно Это и ново, это и удобно, это и помогает нашим покупателям Ну и сотрудникам тоже, кстати говоря Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому